Сельхозтовары производители области уже давно готовы к посемной, а вот погоды никак нет. В этом году работы задерживаются больше, чем на две недели. Аграрии ждут, когда солнце прогреет почву, и тогда можно будет развернуть работы в полную силу. Но прогноз на ближайшие дни неутешительный. Выходные будут холодными и промозглыми. Как настроены аграрии в Исецке, расскажет Инна Михайловская. Продолжение следует... ГСМ. Вот только дружно выйти в поле, пока не получается. То снег, то дождь. Хорошо, хоть бронование время от времени проходит. Уже половина полей региона готова. Лужи в полях. Характерная картина этой весны. И дело даже не в осадках, а в том, что земля очень сильно промерзла, и в воде просто некуда уходить. Аграрии рассказывают, в эти дни вглубь 30 сантиметров, а там уже лед. А вот сеять начали единицы. В целом по области даже одного процента не наберется. Вот видите, мы ее даже сжимаем, и она у нас не рассыпается. Это значит, что земля еще не готова. Холодно. Земля должна прогреться где-то до плюс 16 градусов. Тогда она считается физически спелой. Тогда можно зерно положить, и оно нормально прорастет, и сходы будут прекрасные. Поэтому пассивные комплексы в подсобном хозяйстве Заречной одиноко стоят на базе. А руководители думают о корректировке площадей с культурами. Пшеницы, например, посеять меньше. Идеальные сроки для нее с 15 по 28 мая не успеют, можно и чменем заменить. Он созревает быстрее. Любые окна, которые будет нам позволять погода, мы будем их использовать. Работа настроена в две смены. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей легко справимся. Даже вот в этих условиях. Есть и запас мощностей техники. Планируется приобретение новой техники для того, чтобы ускорить посевную. Я думаю, что все сейчас крестьяне думают об этом. И думаю, каждый верит в то, что мы уложимся. Компания в области однозначно пройдет в сжатые сроки. Как только потеплеет, посевные агрегаты будут в полях сутками. Инна Михайловская, Павел Михайловский. Тюменское время.